во всем происходящем в мире и надежду для всего человечества. Мне кажется, что такое отношение в Нейнох было бы правильным. Опять же, не исключая деятельность в местах, все, что вы считаете нужным, в гуманитарном плане и так далее, просто в этом я не могу помочь. Теперь, то, что касается законов для Нейнох, то, что касается шелухонаруха для Нейнох, то, что мы с вами рассматривали, я думаю, что вы рассматривали с другими преподавателями, что фактически есть широкая область для исполнения заповедей Нейнох, как, скажем, добровольно принимаемых на себя заповедей. Это может быть и заповеди Суккот, и многие другие заповеди, исключая Талит и Тфилин. Это, в общем-то, ограничение небольшое. Мне представляется, что это был бы не совсем верный путь становиться на путь исполнения формальной заповеди. Некоторое самоутешение, мне кажется, да. Вот взять в руки луав и считать, что я сделал что-то и допустимое, и положительное для Нейнох. То есть, опять же, не исключая этот путь, но он совершенно недостаточный. Мне кажется, что мы сегодня говорим о борьбе культур, о противостоянии культур и о многих других важных моментах, которые не решишь исполнением просто формальных заповедей. И мы видим, что, несмотря на то, что Рамбам дает очень широкий такой круг заповедей для возможного для исполнения Нейнох, и они, кроме формальной глухи, есть то, что было принято на протяжении веков. И я думаю, что мы еще не вошли в такую стадию, когда просто можно исполнять заповеди и опять же считать, что ты продвигаешь куда-то в них. Что бы я предложил? Вот на этом этапе я постараюсь. У меня приготовленный материал для дальнейших занятий. Если мы с вами справимся с этой идеей, которую я попытаюсь вам изложить, то дальше у меня есть и материал такой учебный. Теперь я попытаюсь поднять сейчас страницу. Сейчас, секунду, секунду. А, конечно, 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 у тебя есть. Окей, теперь мы делаем видимую страницу с вами. Газета. Да, газета видим. Да. Как отправная точка, не судите строго, хотите принимайте всерьез, хотите в полушутку. Это цитата из работы Ленина. Газета. Не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. И здесь дело не только в газете, а дело в том, что если мы говорим о какой-то общности людей, она не может строиться на таком голом, пустом, совершенном месте. Она может строиться только на взаимной деятельности. Возможно, на пропагандистской деятельности, нескопропагандистской деятельности. И, возможно, должен быть существовать некоторый листок, если не газета, сайт, на котором выдается материал. Не только производится обсуждение, как это было, скажем, в формате Телеграма, где высказываются самые разные мнения, а есть редколлегия, грамотные люди, которые сразу выдают материал, выдают соответствующие некоторые позиции. Это, может быть, самые разные и широкие материалы, относящиеся к праздникам. И как на инох видят тот или иной праздник, как на инох должны относиться или как они хотят относиться к воспитанию детей, что они видят важное воспитание детей, чему они хотят научить, что какие качества они хотят развивать в них и так далее. Все эти моменты могут обсуждаться в печатном, пускай виртуальном органе. И если несколько человек будут работать вместе, то они уже составят некоторый костяк того, что я бы назвал виртуальной общиной. Виртуальной, потому что мы понимаем, что сил у нас не так много, людей у нас не так много, и собрать людей в одном месте так, чтобы это действительно была община, деятельная с большими возможностями, с какими-то своими средствами, это представляется очень трудным. И поэтому на первом этапе я бы оттолкнулся от создания виртуальной общины, которая объединит силы отдельных людей, позволит им общение, опять же, не просто на обсуждение каких-то тем, а на почве создания материалов, попытки влияния на сознание окружающих, и также пытаясь с вами дальнейшим обсудить реакции на процессы, происходящие в Израиле. Я думаю, что это совершенно не лишние. Те формы реакции на процессы, происходящие в Израиле, которые мне представляются верными, полезными, я пытаюсь заложить ниже. И так, отталкиваясь от печатного, скажем, органа или виртуально печатного органа, как некоторые отправной точки, мы пробираемся и думаем о создании виртуальной общины. В плане развития деятельности виртуальной общины может быть издание информационного листка или газеты, которая отображала бы идеи в Нейноухе, события в Израиле, биографии известных личностей, достойных внимания, но малоизвестных русскоговорящим читателям. Это как бы понятно продолжение развертки идеи. Следующий момент, он мне представляется довольно сильным и нужным, и принципиальным, который создаст уже некоторое совершенно другое ощущение к причастности в жизни Израиля и даже в какой-то степени активного участия в жизни Израиля. Я предлагаю, скажем, общине, такой виртуальной, если получится не виртуально, если люди смогут установить личный контакт, так еще лучше. Будем говорить о виртуальной общине. Предлагаю установление контакта одним из молодых поселений. Ни для кого не секрет, что поселения в Израиле, особенно так называемые форпосты или молодые поселения, они представляют большую проблему. Мы с вами живем в период, когда борьба за землю Израиля продолжается. И несмотря на как бы всю законность поселения с точки зрения международного права, тем не менее, идет постоянная попытка уничтожить поселения и как бы загнать Израиль в границе 1967 года. Так что борьба за землю Израиля, она продолжается на всех уровнях, на политическом уровне. И прежде всего она продолжается на местности, на как бы утверждение факта. Это очень трудная борьба, когда создаются молодые поселения, их несколько раз выгоняют, в конце концов они утверждаются и получают какой-то статус. в качестве я предложил установить контакт с одним из таких поселений, интересоваться жизнью людей, тем более, что в таких поселениях очень много русскоговорящих, интересоваться жизнью людей и, если возможно, будет чем-то и помочь, по крайней мере, опять же, отразить в печатном издании то, что происходит в таких поселениях, какие люди там живут, какие задачи они ставят перед собой. Давайте мы познакомимся как пример, совершенно не обязательно, как пример Нофейникхемия. Что такое Нофейникхемия? Это поселение, которое было создано в 2002 году и много раз разрушалось и начиналось заново. Оно находится в Шамроне, в, надо сказать, в ведении Муацы, Муацаи Золит, районного совета Шамрона, я отметил его на карте где-то точкой, в поселении проживает где-то 45 семей, очень много русскоговорящих, и примечательно то, что оно было создано, в основном то, что называют бугрейн-на-але, то есть молодыми людьми в возрасте от 19 до 21 года, которые приехали по программе на АЛЕ. Это программа, когда молодые люди приезжают на учебу с перспективой остаться в Израиле. И надо сказать, что программа довольно непростая, потому что молодые люди в возрасте 18-19 иногда моложе, чем 18 лет, приезжают сами, им довольно трудно, они должны найти себя в новой стране, но подавляющее большинство очень хорошо продвигается и в конце концов получает образование, устраивается в Израиле. И вот это поселение, как мы с вами сказали, в котором сейчас проживает 45 семей, оно было создано в основном русскоговорящими молодыми людьми, семьями, с которыми вполне возможно установить контакт, познакомиться их, поддержать их морально, а если будет возможность, то и каким-то образом, не знаю, надеюсь, что корону будет вечной, приехать и познакомиться и чем-то помочь поселению физически, если будет возможность, то и материально. Можно сказать, что практика помощи за границей в израильских поселениях, она довольно большая, всегда недостаточная, но довольно большая. Можно привести в пример поселение Ар-Браха, также находится в Шамроне, недалеко от Шхема. В главе этого поселения Ешивы, которое существует там, поселение стоит Рафа Лиезер Миламет, и поселение, в общем-то, светущее, очень продуманное, с жильем, которое позволяет молодым семьям, не напрягаясь, купить поселение, жилье, приобрести собственное жилье, вокруг поселения виноградники, основа поселения это Ешива и издательство, которое издает целый ряд книг. Нужно сказать, скажу вам по секрету, что поселение, существование этого поселения, которое мы понимаем, что все это Ешива и жилье субсидированное и закладка виноградников и так далее, все это требует неимоверных средств, все это поддерживается нееврейскими организациями, то есть людьми, которые переживают за Израиль и которые хотели бы видеть цветущее поселение в таком проблематичном районе, которым являются окрестности Шхема. Арбраха стоит прямо совершенно недалеко от Шхема. То есть поселение превратилось в прочное, цветущее, развитое, я бы сказал, умное поселение основное как бы центром которого является изучение Торы благодаря поддержке евреев, которые оказываются много-много лет оказываются рафтным данным. Мы посмотрим с вами фотографии, что из себя представляют нофей ехемия. Нофей ехемия, если это интересно, можно сказать, сказать, ноф, да, от слова под подъемный кран владелец компании подъемных кранов продолжает до сих пор содействовать установлению новых поселений в Шамроне. и мы понимаем, что для него эта деятельность весьма-весьма рискованная, потому что если речь идет о каком-то новом поселении, которое, скажем, с точки зрения государства считается незаконным, то могут и наложить арест на дорогое оборудование. Вот много лет хозяин подъемных кранов, передвижных подъемных кранов, он помогает поселениям, переводит и устанавливает караваны. И вот в честь него названы несколько поселений, в том числе и на Фейн-Эфемер. Можем посмотреть с вами просто, как выглядит поселение, мы представляем, что жизнь довольно трудная, не вырастая, я сам живу в караване, и когда в караване живешь с детьми, то, конечно, можно жить год, два, три, четыре, потом появляется большая усталость от такой жизни в рабочем домике. И на даче налога, которая была построена с большими усилиями на Фейн-Эфеме. Это то, что мы с вами можем себе представить. То есть, мы с вами ставим эту практику городов-попротивов, она очень хорошо работает во всем мире. и вот, я думаю, что это невозможная такая область деятельности для Бней, но в плане связи с Израилем, продвижения поселений в Израиль, что можно назвать просто конкретно борьбой за землю Израиля. Если скажем, уместно здесь сказать, что земли, которые отошли к Израилю после шестидневной войны, среди них подавляющее большинство земель, подавляющее большинство земель без хозяев, это если рассматривать еще закон неорданский, принимать во внимание неорданский закон, то тем не менее подавляющее большинство земель они без хозяина никогда не обрабатывались, они называются обмотом дина, называются государственными землями, и в принципе никто на них не не может запретить строить, только военная администрация дает разрешение или запрещает из каких-то своих соображений, но ни в коем случае из того, что эти земли у кого-то воруются, отбираются, это государственные земли, и скажем, на этом основана борьба за создание поселения, поселение создается на таких государственных землях, которые ни у кого не воруются и не отбираются, единственное, что не хватает, разрешение военной администрации, потом поселение сгоняется, еще раз поднимает, еще раз поднимает, и тут уже зависит от настойчивости людей, это очень тяжелая и напряженная борьба. Я вижу, что в чате у нас появилось много вопросов, я готов остановиться, прежде чем перейти к следующим моментам и выслушать ваши соображения, да, выслушать ваши соображения, пожалуйста, я вам делаю стоп-шер, я вижу вас всех, и если у кого-то есть, я сейчас попробую на себя открыть чат, да. А вот вопрос, вот в чате я, кстати, Таня спрашивала, но я бы тоже хотела спросить, чтобы быть волонтером вот в таком поселении, ведь им надо что-то нужно, что для этого нужно, нужно иметь право на возвращение в Израиль, нужно иметь, или кто-то должен пригласить, то есть какой-то вид на жительство, то есть как бы человек вот как бы сочувствующий, но не имеет права на возвращение, он может туда каким-то образом там получить право там жить, или это так, это невозможно? Получить, смотрите, я могу только наметить какие-то пути, все это, все это можно выяснить, и все это можно установить, я бы сказал, что это ваша уже работа. Приблизительно я могу сказать, что скажем, приехать волонтером в такое поселение, если бы не корона, я надеюсь, что она когда-то кончится, мы не будем жить постоянно в масках, я думаю, что если бы не корона, то можно было бы вполне и вполне свободно по туристической визе приехать в такое поселение, познакомиться с людьми, узнать о их жизни для того, чтобы быть там волонтером. я даже думаю, что здесь не столько важна, скажем, физическая помощь, как распространение идей, понимания для себя, что представляет поселение, какие люди там живут, чем они заняты, и распространение и идеи того, что, скажем, что земля ни у кого не отбиралась, что на эту землю нету никаких прав юридически, даже с точки зрения иорданского закона, которого поддерживаются на этих территориях, и так далее, и так далее. Чем больше вы будете узнавать о поселениях, тем вы, естественно, сами можете понять, что можно сделать. Если какой-то конкретный фронт работ, чем-то можно помочь, можно обратиться либо к районному совету Шамрона, переписку с ним можно вести по-английски, а с Норфиша и Хемия можно вести переписку по-русски, можно обратиться к Раф-Меламиду, главе поселения Арбраха. И в общем-то есть целый ряд мест, куда можно найти выходы, если у нас идет конкретный разговор, то я мог найти и адреса, хотя мне кажется, что если мы говорим об общине в Нейновых, то это была бы ваша задача, уже в основном понять, как установить контакты, с кем установить контакты и установить эти контакты. Один из ходов, я живу в поселении Неведаниэль, которое находится в Гуше-Цион, в 14 километрах от Рушалайна в сторону Хевруна, огромный район, огромный район, больше 50 поселений, все разные, есть маленькие, есть очень развитые, есть практически города. Главой этого района является узкоговорящий человек Шлоу Нейман, в прошлом мой очень хороший знакомый, мой ученик, и он вполне может сориентировать, если к нему обратиться, он может сориентировать, как можно установить контакты с поселениями, не только в Гуше-Цион, который в меньшей степени, я думаю, нуждается в поддержке, чем Шамрон, но и он может объяснить, что происходит в Шамроне, с кем можно установить там контакты. Пожалуйста, я готов сориентировать или как-то дать какие-то контакты, но мне кажется, если вы хотите развивать эту деятельность, то это ваша задача найти точку приложения своих сил. Ну, Рав, Зеев, тут важно иметь как бы рекомендацию тоже тех, кто нас знает в Израиле, правильно, а не просто человек поехал там. Это безусловно. Это безусловно. Доверие было. Это безусловно. Как правило, можно и сорганизоваться и с рекомендациями. Как правило, никаких подозрений не возникает. Здесь нету такой проверки, проверки людей, откуда они, что они. я думаю, что особенно с русскоязычной публикой можно легко установить общий контакт. Так что рекомендации, пожалуйста. чтобы вы говорите, чтобы выехать в Израиль, нужно выехать туда по официальному приглашению. Господа, я не могу решить все ваши проблемы. Если вы что-то хотите действительно делать, то вы должны решать эти проблемы. Я могу помогать, как-то сориентировать, но скажем, нужно было бы выяснить те условия, на которых можно приехать в Израиль. Я с вашего разрешения вернусь еще к нескольким моментам, которые представляются направлением деятельности, возможным для новых. Так мы говорим об общении, возможно, виртуальной общении. Центром, точкой пересечения, точкой сплочения, если так можно сказать, может являться печатный орган, который выдает целый ряд информации, которые может не хватать. Может сейчас поговорим об этом в дальнейшем. и ориентирован на связь с такими молодыми поселениями. От этой идеи попробуем сделать следующий шаг. ни для кого не секрет. Я думаю, что ситуация в Израиле не идеальная. Я думаю, что вполне и вполне возможно такая деятельность в най-нуах как реакция на те или иные события или ситуации, которые складываются в Израиле и направление составления и направления открытых писем в те или иные организации вплоть до правительственных организаций и до правительства Израиля. Например, в качестве примера составление письма к правительству Израиля в отношении храмовой войны, в отношении храмовой горы. И в этом письме можно указать, что храмная гора является не только территорией, которая находится в ведении правительства Израиля, которым оно может распоряжаться по своему усмотрению, но что это место важное для всего мира, для всего мира, для всех людей мира. Прежде всего, это археологический объект номер один во всем мире. Как мы с вами говорили, что значимость археологического объекта определяется не только то, что там можно раскопать, вытащить из земли, но и количеством литературы и точностью описаний в этой литературе относящихся к этому месту. В этом плане Храм выбирает археологический объект номер один. Я думаю, что очень бы полезно было указать израильскому правительству, что есть за пределами Израиля силы, большие, небольшие, по крайней мере, есть за пределами Израиля силы, которые считают, что создавшаяся на Храмовой горе ситуация, когда проводятся бесконтрольные ремонтные работы, направленные между нами на уничтожение следов храма на Храмовой горе, проводятся вакуфом. Неплохо было напомнить израильскому правительству, что есть люди, которые об этом помнят и которые этим интересуются. То есть создается такое впечатление, что есть правительство, это наша земля, что хотим, то и делаем. Это не совсем верно. Мы знаем, что эта земля Бога Всевышнего, она имеет значение не только для еврейского народа, но и для всех народов мира, и это в тысячу раз, более тысячу раз сильнее может быть сказано относительно Храмовой горы. Вполне можно направить такое письмо. Будет оно иметь реакцию? Не будет оно иметь реакцию. Будет ответ? Не будет ответ. Оно даст вам самим некоторый такой организующий момент, когда вы сможете составляя письмо изучить историю, историю, скажем, историю Храмовой горы и современное положение дел и составить грамотное письмо, направить его и открытое письмо подвуковать его в прессе, где вы сочтете, где вы сочтете. Это возможно. Первое. Это как бы в качестве примера на реакции на события или на ситуации, которые складываются в Израиле. Второе. Сейчас, как вы наверное хорошо знаете из прессы, в Израиль приезжает Инатан Пулар, должен приехать, очень надеюсь, что он должен приехать, Юнатан Пулар, который более 30 лет назад помог Израилю с передачей информации из американского разведывального управления, в котором он служил в качестве военного, в качестве офицера, передачи тех данных, которые должны были передаваться Израилю по договору, но непередаваемый спор пошел на то, чтобы на большой риск, который действительно кончился его арестом, он кончился 30 годами в тюрьме, пошел на то, чтобы передавать эти данные Израиля. Благодаря этим данным удалось остановить величайшую опасность для Израиля, это создание ядерного объекта в Ираке. Только благодаря тем данным кодам со спутников американских, которых передал повар израильскому правительству, и они и так должны были передаваться, их никто не передавал, но только благодаря этим кодам удалось разбомбить ядерный реактор в Ираке, прежде чем он будет запущен. Думаю, что такое письмо направленное Бадуэси Антону Полуду, оно было бы очень и очень уместным, потому что к великому сожалению, человек совершенно удивительный, героический совершенно личность, его личность в Израиле как бы находится, является объектом такого спора и даже оскорблений совершенно незаслуженных. К сожалению, это в Израиле бывает такое отношение к своим героям совершенно неправомерное и неуместное и вполне наиног могли бы направить ему письмо. Это пример, это не то, что вы обязательно должны делать, но вы понимаете, что такая деятельность требует и времени, и напряжения сил, и какого-то изучения материала и так далее, но это вы можете сделать только сами, никто за вас это как бы не сделает, поэтому если мы говорим, если вас действительно интересует реальная связь с Израилем и даже пускай слабая, но попытка влиять на то, что происходит в Израиле, это работа, как и многое-многое другое, с чем человек сталкивается в своей жизни, оно требует и приложения времени, и приложения усилий. Следующий момент, кроме направления писем, вот таких мы взяли два примера, скажем, в отношении храма и горы, в качестве примера можно было бы в качестве еще одного примера можно было бы взять, скажем, письмо к главному Равинату Израиля с пожеланием установить с галактической точки зрения границы земли Израиля, что также важно не только для самого Израиля, а важно и понимание современных процессов происходящих, возвращения народа в землю Израиля важно в общем-то для всех и для всех людей мира, и такая просьба установления границ земли Израиля нам была тоже очень уместна. Значит, еще один пункт, очень громко, но тоже не как некоторые направления, не обязательно достижения, мгновенное достижение цели, но как некоторое направление. Это создание культуры, позволяющей увидеть отражение Торы, ее идеи, еврейской истории, произведения искусства. и совсем другой момент, скажем сразу, это создание титров к фильмам. Я приготовил вам несколько примеров. Скажем, можно опять же, можно сделать печатное здание, можно сделать и на сайте, можно проанализировать многие произведения искусства, скажем, русского искусства. И с точки зрения еврейской истории указать на их связь с еврейской историей и что из них можно выучить и что из них можно понять. Я даже где-то здесь приготовил, но, по-моему, не буду сейчас поднимать искать, все хорошо знают картину Брюлова «Нашествие Алариха на Рим». Германский Брюлова совершает нашествие на Рим на картине «Разграбление города» и в центральное, самое центральное место картины занимает Минора. Ее выносят откуда-то, может быть, из сокровищницы римского бабы выносят Минору. Вот, пожалуйста, я думаю, что обсуждение такого произведения в его привязке к истории, к истории Миноры, как она попала в Рим и где она сегодня может находиться, то есть, такое художественное произведение, оно может дать толчок целому, как бы, целой ветви, такой, нескольким направлением мыслей. Опять же, это только пример и можно понять целый класс произведений искусства, которые дадут повод говорить о еврейской истории, о еврейской истории, еврейской мысли. Это еще, как бы, скажем, одно направление деятельности. Я не замахиваюсь так далеко, как говорить о создании произведений искусства, которым могли бы посвятить себя современные художники, которые мысляют какую-то свою связь с мировой культуры в плане еврейской, через призму еврейской культуры. Я об этом даже не говорю, не замахиваюсь, хотя, скажем, когда я был в Киеве, я на протяжении года, может быть, двух лет занимался с группой художников, художников, которые работают на на Украине, и разбирал с ними и еврейскую историю, и еврейскую символику, и смысл многих еврейских символов, смысл еврейских букв. Из этого родилось, я надеюсь, что из наших из этих занятий что-то выросло, что-то выросло, и родилось какие-то все-таки произведения из этого получились. Есть и вот, но, скажем, замахиваться так далеко очень трудно. В Израиле, скажем, еще один пример, в Израиле работает скульптор, который, прочитав книги с остальными мной комментариями, он сделал несколько интереснейших скульптур, как иллюстрацию к иллюстрации к Танаху. Вот там нашел отражение, скажем, образ Шемшона, не такой героический образ Шемшона, который валит в момент, когда он обрушивает издание на филистимлян, а образ Шемшона, сидящего у потока, в полном отчаянии, в полном одиночестве, брошенным, всем неоставленным, то, что я пытался отразить в комментарии книги Шевтим. И еще несколько таких же интересных моментов он создал. То есть, понимаете, мы говорим о, еще раз я хочу его сказать, началу, мы говорим о заповедях, о соблюдении заповедей, о соблюдении кашрута, неизбежание там еды, куска от живого, может быть, каких-то элементов кашрута, которые предписывают Торосу на яму Израиля, все это хорошо и замечательно. Мне кажется, что нельзя будет сдвинуться, нельзя будет сдвинуться с места, не почувствовав себя людьми, определенными определенным пластом культуры, который вам близок, который вам понятен и который вы пропустили через себя. Это большая долгая работа. Я понимаю, что у вас не так много сил, не так много людей, но, по крайней мере, нужно иметь в виду, что это та база и платформа для любого общества, без которой трудно двигаться вперед. То есть, опять же, очень хорошо посидеть все вместе в суке, представить себе, что праздник Сухот значит для всего человечества, но без культурной базы очень трудно куда-лево будет продвигаться. Теперь, может быть, не знаю, насколько это возможно, опять же, насколько это в наших силах, я уже как бы сейчас закончу. Есть такая область деятельности, также относящаяся, я бы сказал, к пласту культуры, это распространение информации через фильмы. опять же, можно не в ночь вспомнить Владимира Ленина, который сказал, что важнейший из всех искусств кино. Есть интереснее, мы с вами знаем, что в общем-то это создание титров, это вступление в борьбу с культурой. мы знаем с вами, что есть множество фильмов, которые созданы в Голливуде на тему Торы, на тему Танаха в разные годы, большей частью совершенно неприемлемые. Есть последнее время, есть фильмы учебные, отражающие темы Танаха и истории, которые созданы институтом Мегалим. Институт, который расположен в старом городе, не представляет никакого труда получить в них право на титры и сделать титры к фильмам по-русски. Я думаю, что некоторое количество таких фильмов в Ютьюбе могло быть принципиально повлиять на русскоговорящему публику. Я попробую сейчас поднять для вас один такой фильм для примера. Очень коротко, не буду загружать, занимать ваше внимание. Сейчас мы пытаемся это сделать. Если это не пойдет почему-то вместо того, чтобы поднять, он мне перескакивает куда-то куда-то в другое место. Сейчас мы посмотрим, что у меня здесь делается. Секунду. Ну, не знаю, давайте мы это тогда пропустим, просто нужно с вами на самом деле многие присоединяются к занятиям по Танаху, по пророкам, и там я использовал эти несколько раз использовал эти фильмы. Если бы они сейчас у него подняли, все подняли образы в качестве примера, но он не поднимается сразу, нам нечестно записывать, переносить, я не думаю, что это то, чем нам сейчас стоит заниматься. Ты можешь ссылку в чат вклеить, если это несложно? Вклеить ссылку в чат. А, ну да, хорошо, хорошо, обязательно, обязательно, я вклею ссылку в чат, дальше каждый сможет посмотреть сам по себе, сейчас через минуту я это сделаю. И еще область направления деятельности, это, безусловно, это создание литературы, которая может быть интересна для вне и новых, не только для вне и новых, это перевод, прежде всего, перевод существующей литературы. Многие, многие вещи, которые совершенно принципиальны, для связи с землей Израиля, русскоговорящего еврейства и вне новых, они остались не сделанными. Например, работы Равкука, они остались непереведенными, книга «Радостная мать сыновей» Раби Шламой и Сахара Тайхтели, которые несколько раз упоминали, совершенно принципиальная работа, которая может между нами закрыть как бы как плотины целый поток лжи и обмана, распространяемый о том, что время избавления еще не пришло и что земля Израиля не имеет такого большого значения, что земля Израиля в сердце. Этот поток в общем-то дезинформации, мягко говоря, эта книга могла бы, если не закрыть, то, по крайней мере, приостановить. И есть много-много других дел, которым как бы можно было подключиться. вот видите, я думал, что у меня это займет совсем мало времени, я очень быстро изложу идею, а потом мы все-таки с вами попробуем что-то выучить, но, как всегда, как всегда, я немножко не тут не рассчитал и запланировал больше, чем позволяет время. Давайте я сейчас остановлюсь и мы можем попробовать с вами что-то обсудить. То, что еще есть и не было. Секунду. Прежде всего мне нужно сделать. А, я вас сейчас вижу, да, вот. Окей, значит, я не поднял текст, но ничего страшного. Вот, я сейчас попробую, как на там скопировать скопировать сноску на фильмы. А параллельно я жду ваших вопросов, если они есть. Андрей, что скажете? Да, большое спасибо, Равзеев, за такое количество областей приложений сил. Я хотел спросить, есть ли какие-то сайты, где можно передавать тздаку поселениям, о которых вы говорили? Я постараюсь узнать. То есть я думаю, что здесь, если вы хотите стремиться к какой-то организованности, то хорошо было создать фонд. когда не только частные люди, скажем, календарю знаком, а есть какой-то совет, который пытается следить за тем, что происходит, и, по крайней мере, с той информацией, которая есть, понять, куда лучше направить средства, где есть наибольшие проблемы. я думаю, что это также такая организационная форма деятельности. Сейчас я пытаюсь прежде всего сбросить сноски, как меня просил Натан. Пожалуйста, я вас вижу и могу пытаться ответить на вопросы. Ну, хорошо, если вопросов нету, тогда сейчас дайте мне одну секунду, я попробую в чат вклеить сноски, потому что у меня с PowerPoint это не снимается. Я открываю свою папку и сейчас попытаемся сбросить сюда сноски и посылаю вам. Вот, пожалуйста, это фильмы, которые как иллюстрации могут быть для учебного материала, если кто-то понимает его прекрасно, если нет, то можете посмотреть, что те области деятельности, направления деятельности, которые можно развивать. Равзи, вот я хотела вас просто информировать или как это называется, что Андрей с Леной и со своей супругой взяли на себя такую ответственность, организовали виртуальное тоже проведение шаббата для Бнэйнох, которые изучают недельную главу, читают на иврит, Андрей знает иврит, помогают и обучают ивриту Бнэйнох и также переводят статьи Равширки и его уроки, ну то есть из тех идей, что вы сказали, уже делается, просто чтобы вы тоже знали, что в этой области мы тоже развиваемся. Ваша идея про поселение вообще замечательная, потом я вам напишу свои вопросы. Хорошо, я не отказываюсь помогать, но мне кажется, что все-таки основные усилия должны исходить, инициатива должны исходить от вас. Вот, ну хорошо, ладно, если кто-то ожидал какого-то информативного занятия в плане Торы, то я приношу извинения, вот, но как бы и вопрос Андрея в прошлый раз был совершенно конкретный, мы с Натаном обсуждали, что по крайней мере один раз необходимо как бы очертить вот такой круг возможной возможной деятельности. Эта деятельность, она очень и очень 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 важная, потому что мы живем в таком мире, в котором борьба идей, она становится все более важной. И естественно, те средства, которые у нас есть, интернет, позволяют самым серьезным образом вступить в эту борьбу, участвовать в этом поле информативном, в котором, к сожалению, очень много дезинформации относительно Израиля, относительно Торы, можно приложить усилия для подготовки базы для воспитания детей. Скажем, те фильмы с Носкин, на которые я послал, я по этим фильмам занимаюсь со своими внуками, то есть это прекрасный учебный материал, все это как бы в наших руках, и все это необходимо делать, я очень-очень рад был услышать, действительно, очень рад был услышан, что уже работа началась, и что-то уже делается. хорошо. Так что я воспринимаю теперь вопрос Андрея как провокационный, он на самом деле очень хорошо знает, что делать, и уже делает. Хорошо. Ладно. Было очень приятно всех видеть, в следующий раз постараемся что-то обсудить с вами и с философией еврейской. тут у меня есть к вам вопрос, можете написать в чате, можете сейчас как-то высказаться. Я думал эти занятия повернуть в сторону псалмов как очень важной темы молитвы. Дело такое очень тонкое. Если есть такое пожелание, то мы с вами можем самым серьезным образом разбирать псалмы и их отношение к молитве. Такое предложение принимается? Да, это шикарно будет. Возражений нету особых. Ни в коем случае. Хорошо. Ладно. Значит, мы планируем с вами следующий раз и используем эту платформу для обсуждения организационных моментов и все, что вы меня спросили, я постараюсь писать. Это будет через неделю или в следующем? Мы делаем раз в две недели, мы делаем пока это у нас получается. В это время, да? Да. Да, Женя, в это время. Я только сегодня увидела, случайно прибежала в самый конец и смотрю письмо. Я стараюсь по всем местам, где есть какие-то контакты и все так люди записывают. окей. Хорошо. Ну все, огромное спасибо. Всем спасибо. Окей. До свидания. Всем счастливо, пока.